Тот курс, с которым мы с вами будем работать, он построен таким образом. Во-первых, русская история будет рассматриваться сама по себе, вот так сказать, в том понятийном аппарате, который вытекает из логики этой истории. Ну, например, я, например, когда говорю о русской истории, я стараюсь не пользоваться термином государства. Я пользуюсь термином власть. Потому что государство, для меня, это то, что стейт, или, точнее, лёстату. А кто знает, кстати, кто придумал термин лёстату, это уже подсказка, вот, которым мы сейчас пользуемся для предвестия западного государства. Макеорель, совершенно верно, в конце 15 века. Значит, второе измерение, как мы будем рассматривать русскую историю. Мы постоянно будем сравнивать русскую историю. И с Европой, и с Китаем, и с Индией, и с мусульманским миром. И смотреть сходство различных. И, наконец, ещё очень важная вещь. Мы будем постоянно рассматривать нашу историю, как элемент более широкой истории. Евразийской и мировой. Потому что Россия всегда была частью каких-то систем. И эти системы в значительной степени определяли, а иногда в решающей степени определяли её развитие. Ещё одна вещь, которую мы должны постоянно иметь в виду, говоря о нынешнем этапе нашей истории, и сходством этого этапа рассматривать в прошлое, последние 200 лет, это вот состояние России и англосаксов. Сначала британской империи, а затем американцев. И наднациональных структур. В 19-м веке это была геополитическая борьба и борьба за ресурсы. В 20-м веке, когда возник Советский Союз, это была борьба двух альтернативных меропорядков. Капитализм и системный антикапитализм. Сейчас ситуация вернулась как бы вот в 19-е лет. У нас геополитика и геоэкономика России не конституирует альтернативную модель социального развития. И, кстати, пока она не начнет конституировать шансов на выигрыш. Нет, есть только шансы на ничью. Ну и кроме того, есть еще один, на самом деле, новый, который появился в Играх за Евралью. Это угроза геоклиматической катастрофы. По всем прогнозам, в северной Евразии, то есть территории России, оказывается, единственной ресурсообеспеченной стабильной зоны на ближайшие 200-300 лет. И не случайно, в конце 2011 года, Лондонская школа экономики и Институт Брукгенса опубликовали исследование, в котором они занимались в закрытом режиме несколько лет, называется проект внутреннего перемещения. Речь идет о перемещении больших масс населения, в случае крупной катастрофы, ну, например, закончится Гольфстрим, из Северной Атлантики в Северную Евразию. То есть, иными словами, появилось еще одно измерение битвы за Евразию, которую нужно учитывать. И вот, когда мы, говорим, вообще начинаем рассматривать ту или иную страну, нужно, прежде всего, хорошо представлять ее природные географические особенности. Потому что незнание элементарных вещей позволяет вешать абсолютно лапшу на лужу. Например, вот эта вот вся перестроечная шпана во второй половине 80-х, которая плечала, как хорошо у нас есть, будет рейнер, мы будем конкурентоспособны и так далее, и так далее. Да, в чем-то будем конкурентоспособны. Но вот Андрей Петрович Паршев в работе «Почему Россия не Америка?» он зафиксировал одну вещь, что продукты, очень многие продукты, произведенные в России, они всегда будут неконкурентоспособны на мировом рынке, потому что они будут дороже. Как вы думаете, почему это у нас будет дороже? Очень многое у нас будет дороже. Из-за чего? Клима. Транспортировка. Транспортировка и... Клопы. Совершенно верно. Вот как-то в голову это людям тогда не пришло. Давайте посмотрим и запишем кое-что по нашим природным особенностям. Значит, европейская часть России не разделяет выгодных природных условий Западной Европы. Не разделяет. У нас нет разнообразия форм поверхности, извинства очертания морских берегов. С конца 15 века Россия была и остается крупнейшей страной Европы. Площадь Европы 11,6 миллионов квадратных километров. Площадь всей Европы 11,6 миллионов квадратных километров. Европейская часть России это 5,6 миллионов квадратных километров. Здесь заключены некоторые недостатки. Например, в Западной Европе 51% территории располагается менее чем в 250 километрах от моря. 51% территории в Западной Европе менее чем 250 километров от моря. В России таких территорий 15% всего. Это именно по этому поводу. Бог писал, что в России есть такие места, откуда три года скачи и не доскачешь. В Восточной Европе есть точки, отстоящие от моря на одну тысячу километров. В Западной Европе наиболее удаленная точка от моря это 600 километров. Климат умеренный. Из-за удаленности от морей между летними и зимними температурами разница очень высока. Русское районное в климатическом отношении делится на четыре пояса. Записываем это все, это нам понадобится. Четыре пояса. Арктический, это по ту сторону полярного круга. Арктический. Северный или холодный, его параметры 66,5 градусов т.е. 57 градусов северной широты. 66,5-57 градусов северной широты. Это до параллели города Костромы примерно. Вот по Костроме, на Костроме заканчивается северный пояс. Затем средний или умеренный пояс это 57-50 градусов. Это линия Харьков-Камышин. Это линия Харьков-Камышин 57-50. И южный или степной это до 44 градуса. Гор меридионального направления у нас нет, поэтому высота над уровнем моря в нашем климате значений не имеет. Море оказывают очень слабое воздействие на наш климат. Значит, направление ветров очень специфическая вещь. Значит, западные ветра преобладают в северной полосе русской равнины, а более холодные, в восточной, в южной. Представляете, получается холодно. И там, и там. Теплые западные ветра преобладают в северной полосе там, где холодно, туда приходит теплый ветер и он не решает проблем. А там, где тепло, туда приходят холодные восточные ветра. В южной части восточные холодные ветра. Соотношение восточных и западных ветров меняется по временам года и широтам. Западные ветра дуют летом, а восточные зимой. А восточные зимой. По почвенному покрову русская равнина делится на две части. И граница проходит по линии. Граница между двумя частями проходит по линии. Казань, Казань, Нижний Новгород, через тебя Казань, Нижний Новгород, Калуга, Киев, Луцк, Нижний Новгород, Калуга, Киев, Луцк. Северная часть отличается почвой с пониженной биологической продуктивностью. А южная часть это плодородные почвы серые, лесные и черноземные. И с этими двумя почвенными зонами совпадают две другие зоны. Лес и степь. Лес сыграл огромную роль в нашей истории. До второй половины восемнадцатого века жизнь большей части русского народа прошла в лесной полосе. До середины восемнадцатого века. В Европе, например, Шермундский лес, в котором Робин Гуд прятался, в нем уже в начале двенадцатого века, то есть прошло лет двадцать пять-тридцать после Робин Гуда, там оставалось шестьсот деревьев всего. Лес очень быстро в Англии лес свели к середине тринадцатого века, они лес закупали в Норвегии. Вообще, можно сказать, что леса его сводили довольно быстро, но были, скажем, Германия, Чехия, где была ситуация лучше с этим, но в принципе это не сравнить с тем, что было у нас. Еще в семнадцатом веке Россия оказалась европейцу огромным лесом. И если вот сейчас вы поедете, я, например, ехал в этом году на Селегер лекции и читать, ну, такой печный, что действительно едешь по лесной стране, несмотря на то, что там города и среди ног уже лесов. В лесу можно было прячаться от степняков. Степень выводила русских людей к морю, но степень была традиционной опасной зоной. А, кстати, кто не может сказать, вот волны степняков, с которыми постоянно существовали сначала праславяне, потом славяне и потом наши предки. Вот самая первая волна, которая пришла из степи, из которой мы справлялись праославянные. Это что за народ был? А? Нет. Конно-Варо был венец в какой национальности? Кемерийце. Значит, Кемерийце. После Кемерийцев кто пришел? Кельтей. Скифы. После Скифов? Нет. Сарматы, совершенно верно. Дальше, после Сарматов. Готы и Гунны. Дальше поближе уже сюда. Кто еще? Авары. Ну, а дальше все просто уже. Вспомните Руслану Людмилу. От кого? Руслан возвращается, когда ему, так сказать, заживляют раны. Кто штурмует Киев? И он помогает Киеву отбиться. Киеву от... Кто? Печенеют. Совершенно верно. Хазары, Печенеют, и Болтцы, и потом Монголы. То есть, вот постоянно, здесь постоянно был вот этот фактор. Значит, очень важная вещь, реки. Вот здесь нужно кое-что записать. Значит, обилие крупных рек. В большинстве рек течет на юг. Основное отличие рек России от рек Западной Европы это то, что снеговое питание доминирует над дождевым. Отсюда весенние разрывы реки. Три крупные русские реки Волга, Днепр, Западная Двина берут свое начало с Валдайской возвышенности. Это центральный водораздел Русской равнины. Валдайская возвышенность это центральный водораздел Русской равнины. Нигде в Европе нет такой сложной системы рек, как на Русской равнине. Причем, поскольку большая часть рек течет на юг, но много рек течет на север, ты перешел, перетащил Волохом, Ладьи 10 километров и ты уже плывешь не на север, а плывешь на юг. То есть, вот эта сеть рек она совершенно отличается от европейской. Рейн, он прямой, вот такой, вот, вверх не плывешь и плывешь. Здесь целая сетка и ты можешь уйти с север на юг, с юга на север. Еще одна вещь. Как правило, русские реки имеют малое падение. Малое падение. Поэтому медленное течение, а разметленное течение, это вот такие вот изгибы. Европейские реки очень прямые. Русские реки постоянно делают петли. Значит, теперь по температуре. Значит, вот одно из мест, где я работаю, это Институт научной информации по общественным наукам. Его когда-то построили как корею Норвежской академии наук. Люди, которые планировали, полагали, что уж в Норвегии должно быть холоднее, чем в России, поэтому здание простоит. здание простояло 30 лет и стало разрушаться, в отличие от норвежской академии наук. Как вы думаете, в чем здесь был людей? Где теплее средние температуры? В Норвегии или в России? У нас перепады были. Перепады замечательные, а средние температуры? В стране перепады. Хорошо, вот с Финляндии давайте сравним, где теплее, где средние температуры выше, Финляндия или у нас? У нас наук. Выше? То есть у нас теплее. А вот кто помнит о ГТПСе директиве? Убийство в Тисовой олере. У нас в России Тисы где растут? Кавказ. А как Англия значительно север, где Кавказ? Откуда там Тисы? Гарстрим. Совершенно верно. Это печка, которая позволяет значит смотрите, запишите пожалуйста. Средние годовые температуры в России минус 5,5 градусов. А значит Финляндия плюс полтора. Дело в том, что о Финляндии у нас впечатление по финской войне и жутко холодной зиме 39-40 года. Дело в том, что жуткая зима тогда была не только в Финляндии, но и в Смоленске, например, в области народ замерзал. Значит, для сравнения, смотрите. средний средний годовая температура в Москве плюс 3,8. Это была средний годовая температура по России минус 5,5. По Москве средний годовая температура плюс 3,8. В Санкт-Петербурге 4,3. А как вы думаете, сколько в Ванкувере, это в Канаде город? Плюс 9,8. Монреал плюс 6,7. На широте иногда говорят, да вот в Канаде, в Канаде, когда канадцы живут в таких же условиях, как мы, и вот там как хорошо. Это вранье совершенно сознание. Иногда сознание, иногда просто здесь и вот разлируют двоечки. Дело в том, что на широте Москвы в Канаде расположены поселки вот с такими названиями в основном Ураниум Сити, Ради Орд. То есть там люди работают в вахтовом методе, там люди постоянно не живут на широте Москвы. А, кстати, вот так навскидку, город Нью-Йорк, на широте какого города на территории СНГ? Краснодар. Поэтому в Нью-Йорке ноябрь это запишем ничего на такую вещь. Есть замечательный термин «эффективная площадь». Это вопрос о том, что у нас очень большая страна. Эффективная площадь. Его ввел французский географ, анархист Элизе Реплю, друг Кропоткина. Эффективная площадь это территория, которая находится не выше 2000 метров над уровнем моря и среднегодовая температура там должна быть не ниже минус двух. Значит, Россия занимает пятое место в мире по эффективной площади. Мы самая большая страна по площади, а по эффективной площади мы занимаем только пятое место. Значит, 55% нашей территории это вечная мерзлота. оленей и падмища 19%, а земель пригодных для сельского хозяйства только 13%. То есть Россия это страна оленей водных на самом деле. Оленей пригодных для оленей 19% территории России и 13% это то, что пригодно для сельского хозяйства. Не случайно наша земледельная называется, вот там Россия называется зоной рискованного земледелия. Кто мне скажет, как у нас в стремной революции измеряли урожайность? Какое было словечко, в котором измеряли относительную урожайность? САМ. САМ. Совершенно верно. И сколько у нас было, кто знает, сколько у нас была в центральной части России урожайность? Сколько САМов? САМ-3, САМ-4. САМ-3 это тот предел, ниже которого нельзя заниматься земледелием. Что значит САМ-3? Я бросаю одно зернышко и получаю три. Это и есть САМ-3. Из этих трех зернышек одно я должен оставить, чтобы посадить в марте, апреле, одно я должен оставить на пропитание, ну и одно должно быть какой-то избыток. Если САМ-2, то уже бесполезно заниматься земледелием. Но при схеме САМ-3, САМ-4 это означает я только выживаю. Поэтому русский земледелец, великорусский пахарь, как говорил замечательная наша история, говорил Милов, это человек, который выживал. И он закончил выживание, и ему обязательно нужно было заняться еще охотой, сделать какие-нибудь штуки-дрюки, которые отнести в город, продать. Заняться рыбалкой. То есть с земли можно было только прокормиться и выжить. Поэтому не случайно, когда в 90-е годы 19-го века промышленность убила сельские промыслы, и оказалось с охотой и рыболовством тоже возникли проблемы, у нас впервые в истории возник общий страной, ну, в европейской части страны, голод. 1792-го, 1993-го года. Значит, иными словами, когда говорят, какая у нас богатая страна, да, у нас богатая страна богата очень многими вещами, но с точки зрения земледелия у нас есть только 13% территории, урожайность невысокая. Как вы думаете, а сколько урожайность в Англии была в 16-17 веках? Вот, исходя из вот этой категории сам? У нас сам 3, сам 4. Нет, нет, это было бы чересчур. Сам 6. Дело в том, что как только урожайность достигает сам 6, начинают высвобождаться руки из земледелия. Люди начинают, не нужно столько людей, чтобы произвести воду, и люди начинают топать в город. То есть, помимо прочего, развитие города связано урожайность урожайность. И есть еще одна вещь, которая тоже характеризует наш потенциал и объясняет очень много в нашей истории. Я уже назвал фамилию, есть замечательный такой историк Милова, который написал книгу «Великорусские паха». Милов и его школа очень хорошо показали, что совокупный общественный продукт, который создается в России в сельском хозяйстве, очень невелик по сравнению с тем, что производится в Европе, я уже не говорю про Китай, где собирают два рисовых урожая, про Индию, про Индонезию и так далее. Значит, у нас очень небольшой совокупный общественный продукт. Это означает, что верхушка не может забирать у населения очень-очень много, потому что выражаясь простым языком, она может забирать марктистским языком прибавочный продукт, но не трогать необходимый. И так оно и было, действительно до 18 века, пока российская верхушка жила по потребностям российским. Но после реформы Петра русское дворянство захотело жить как в Европах, а следовательно, чтобы жить как в Европах, вести европейский образ жизни, нужно забирать больших крестьян, и поэтому, скажем, во время правления Екатерина, уровень степени эксплуатации и крепостных, и государственных крестьян увеличилось в три раза. То есть, вот то, что у нас такая низкая урожайность была в сельском хозяйстве, здесь возникала очень такая интересная вещь. Как только русская верхушка начинала жить не по потребностям русского хозяйства, а по потребностям Запада, она начинала отнимать у населения не только прибавочные продукты, но и часть необходимого. И вот эта западнизация России, она несла очень большие беды населения, у которого начинали отнимать значительную часть необходимого продукта. И это связано было с тем, что свободный продукт, который производился в России, он был невелик. Поэтому не случайно одной из главных функций власти в России, центральной власти центроверка, был учет и контроль. То есть, была ранжированная система, и власть следила за тем, чтобы верхушка не слишком усердствовала в эксплуатации населения. Не потому, что они любили население, а просто это ломало всю систему. То есть, нужно запомнить этот момент. Небольшой по объему совокупный общественный продукт, связанный со спецификой сельского хозяйства. Еще одна вещь, которую я хочу такую пить, чтобы мы об этом подумали. Значит, помнили об этом. В советское время в учебниках писалась такая фраза «Феотализм в России развивался не вглубь, а вширь». Но то же самое писали про капитализм. «Капитализм в России развивался не вглубь, а вширь». Вот давайте представим, вот так наглядно, вот есть некая территория, и феотализм по ней развивается не вглубь, а вширь, он как бы бежит по ней, а затем также бежит вглубь, а вширь. Что это значит? Вот что это значит с точки зрения того, что некая социальная система, я сейчас не буду говорить о том, что феотализма у нас никогда на самом деле не было, мы сейчас берем просто некую характеристику в феотализме, которая не идет вглубь, а идет вширь. Это что означает с точки зрения вот что это за общество, в котором феотализм вширь, капитализм вширь, коммунизм, он оттуда был вширь на самом деле. Это что означает? Вот представьте, у вас есть батон хлеба. Вы его режете вот таким вот образом и вам назовете маслом. Замечательно. А потом вы вдруг решили взятым так, батоном разрезать вот так. И тот же кусок масла размазан по нему вот уже по этой. Что от масла останется? Вы вкус масла почувствуете? Это лишний раз говорит о том, что вот эти все понятия феодализм, капитализм, они не объясняют то, что происходило в России. Здесь было что-то что-то другое. И вот это что-то другое мы с вами будем определять. И еще одна вещь очень важная. Как бы вам это проще объяснить? Вот знаете, когда смотришь фильм французский тренгушкетер замечательный, 59-го года с Жоржем де Кривер и Жераром Баре, ну или любой вообще французский фильм и английский про англо-французскую жизнь, ты этому веришь, потому что каменные замки, буйство вещественной субстанции. А вот когда мы начинаем читать фильмы из западной жизни, обязательно прокалываемся в каких-то мелочах, связанных с вещами. И связано это вот сейчас. Для Запада характерна такая вещь, как буйство вещественной субстанции. Там даже деревни каменные. Это очень хорошо заметил наш народоволец, был такой народоволец из этих каменов, который потом стал минархистом. И вот он написал следующую вещь, побывав во Франции. Перед нами открылось свободное пространство у подножия Салев, это город. И мы узнали, что здесь проходит уже граница Франции с Швейцарией. Это огромное количество труда меня положит поразило. Смотришь в поля, каждый плачок огорожен толстейшей, высокой стеной, склоны горы, обделаны террасы, и вся страна разбита на клочек, обгорожена камнями. Я сначала не понимал загадки, которые мне все это ставило, пока наконец для меня не стало уясняться, что это собственность, это капитал, миллиарды и миллиарды, в сравнении с которыми ничтожество на личный труд поколения. То есть, что фиксирует Тихомир, мы сейчас продолжим это чтение, что есть овеществленный труд, камень, дома. И есть живой труд. То есть, собственно сказать, два вида труда, овеществленный и живой. И вот в Европе этого овеществленного труда масса. Что такое у нас в России прошлый труд? Дичь, гладь, ничего нет. Никто не живет в доме деда, потому что он при самом деле два-три раза сгорел. Что осталось от деда? Платье? Нет. Корова? Девятие платье слипалось до мной, корова издохла. А здесь это прошлое охватывает всего человека. Куда ни повернись, везде прошлое, наследственное, и невольно назревала мысль. Какая же революция закрушит это каменное прошлое, всюду вросшее, в котором все живут, как моллюски в коровном рифе. Смотрите, вот это очень важная вещь. Европа, ограниченное пространство. И забегая в кривы, я отвечу, что вот у нас антагонистические отношения, вот в Европе феодоризм формировался так, приходил феодор и отнимал земли у крестьян и говорил, я вас буду защищать. Потому что земли было мало. В Европе антагонистические отношения между князьями и общинами никогда не складывались по поводу захвата земли. Потому что земли было навало, и потому что ты хочешь отнять меня землю, ну бог с тобой, я уйду из Смоленского, Оксто-Киевской, Междуречья, где сейчас Москва, и буду там жить-поживать. А ты грешишься, рабочих руку. Поэтому здесь отношения развивались совершенно по-другому. И соотношение вещественного труда и живого принципиально было. И вот очень важно, что Тихомир сказал насчет революции. Какая же революция сокрушит это каменное прошлое, всюду вросшее. Смотрите, что такое капитал? Это вещественный труд, это спрессованное время, это спрессованная собственность. То есть время, собственность, право это категории однопорядковые. В России, как вы знаете, к времени и к собственности относятся очень, мягко говоря, спокойно. У нас важно пространство и власть. Более того, далеко не все люди у нас понимают, что такое собственность. Я помню, лет 15 назад я одному нашему очень продвинутому экономисту объяснял, что бюрократия не была собственником в Советском Союзе. А что он мне говорил? Я сам был бюрократом в Советском Союзе, я мог распоряжаться собственностью, я мог делать право, Маркс, собственность не есть кража, это юридическое отношение. Я говорю, было зафиксировано, что это ваша собственность? Зачем это нужно? Я и так этим распоряжался. Вот это и есть специфический подход к некоему имуществу, которое не было собственностью. И я подчеркиваю вот этот момент насчет революции. Когда в 1923 году провалилась революция в Германии, Бухарин издевался над немецкими рабочими и говорил, что немецкие рабочие убегали от пульта, чтобы не повредить газону, потому что газон это вложенный труд, это собственность, которую нужно уважать. Понятно, Бухарин утверовал, но вот не утверовал, не другое. Эрнест Хеменгвей был журналистом в 1923 году в Германии, и когда революция уже провалилась, была подавлена, там в некоторых шахтах заперлись рабочие, которые заперлись в лодке власти. Ну и Хеменгвей полез к нему брать интервью, его пропустили, и Хеменгвей спросил рабочих, а почему вы не можете пригласить власти, областям, что вы взорвете шахту, если они не примут ваши требования и вас не выпустят. Немецкие рабочие его не поняли. Как это взорвать шахту? Шахт это результат труда, это собственность. Как так можно, как можно взорвать то, что является результатом труда к собственности. Вот это принципиальное отношение к собственности связано с буйством вещественного вот этого вещества, вложенного труда. Это то, что принципиально отличает Россию от Западной Европы. Это не значит, что Россия плохая или Западная Европа плохая. Это принципиально иные системы соотношения живого труда и овеществленного. В России живой труд был всегда важнее. У нас не было замков, потому что для замков не было карм. Был еще целый ряд других факторов, который определил наше различие с сирожкой. И у меня два вопроса. Скажите, пожалуйста, как вы думаете, почему герои западноевропейского эпоса это герцоги, рыцари, это, например, рыцари круглого стола, король Артур, а в русской истории главные герои были, это богатыри. то есть это люди, которые выражают, скорее всего, это частей всего простолюдины, которые выражают соборную сущность русского народа. Обратите внимание, вот попробуйте вспомнить русских были, да, кто у нас представитель вербушки? Есть русские были? не-не-не-не-не-не-не, это не былины уже, былинные герои. Владимир Красное Солнышко. Он позитивный персонаж? Нет, не позитивный. Потом есть еще князь в сказе Оставли Годиновича, есть былина о Вальгере Микуле. Вальга, это князь, Микул, это простолюдин, Микул побеждает князь. Дальше, из трех богатыриц-наменитых Илья Морбет Залеша Попович и Добрыня Никитич только один относится к вербушке, причем очень, очень так косвенно, не зелько. Это Добрыня Никитич. Дело в том, что это народ уже переделого Никитича. Добрыня, на самом деле, он не скинич. Не скиничи это правящий род древлянской земли. Это та самая земля, которую якобы Ольга сожгла княгиню Ольгу с помощью этих самых голубей. Ну, это естественно миф. Таким образом, русские богатыри это представители народа. Герои, русские, блин, герои западного эпоса это герцоги графа Рыцарии. Почему? Почему? Что, такие русские были демократы исходно с самого начала. Что лежит в основе этого различия? Оно весьма принципиальное. Оно потом икнется в 19 веке, когда Пушкин напишет английский мужик уважает своего барина, а русский мужик своего барина не уважает. Ну, правда, в 19 веке к этому неуважению добавилась еще одна штучка связанная с 18 веком, но тем не менее это то, что идет из очень раннего средневековья. Какие есть идеи? Почему столь разные герои, грубо говоря, жесткий классовый принцип в героизации персонажей. В Западе это классовый принцип, в России это принципиально эпатичный. Почему? По заказам, любые былины и сказы делаются по заказам. Это то, что мы говорим, как Горбачев сказал, и это мы отвергаем антиэкстримизму. Так, дальше, поехали. Ну, что показать, что в Европе власть хорошая, а в России пока... И чего? Нет, то, что у них есть все, получается, а у богатырей вроде ничего, но они духом сильнее. Так. То, что правят только те, у кого есть капитал, есть власть. Какие капиталы в Седневековье? Ну, что вы? Так, еще, еще, еще. Старайтесь думать, во-первых, старайтесь думать практически, а во-вторых, старайтесь думать с помощью того, что называется боковое мышление, lateral thinking. Кто знает, что такое lateral thinking, боковое мышление? Кто читал? Запишите. Эдуард де Боннум «Боковое мышление». Оно по-разному переводится. Lateral, это по-английски побочный, боковое... Никто никогда не сталкивался с этим, да? Боковое мышление это неординарное, нестандартное мышление. Значит, у него штук 14 дней было до Боннума. Я познакомился с этой книгой, в советское время был замечательный журнал «Изобретатель и рационализатор». Там, в проценте 70 было то, что мне было непонятно, а вот 30% были разные вещи, связанные с как усовершенствовать мышление, там, различные загадки в духе Маркина, Гарна или когда-либо. Так вот, чтобы понять, что такое боковое мышление, пользуйтесь нестандартными ходами. Значит, начинается книжка с такого эпизода. Древний Иран, или средневековый Иран, два купца, один богатый, другой бедный, бедный задолжался богатому, пришло время платить у него нет денег, и тогда богатый говорит, я знаю, что у тебя нет денег, но мы можем выйти из положения таким образом. у тебя есть красавица, дочь молодая, ты вытаешь ее замуж за меня, и я прощаю тебе долг. Ну, я понимаю, я старый, она не хочет за меня выходить замуж, мы положимся на волю Аллаха, значит, будут два свидетеля, и вот, видишь, валяются черные, великие камни, камешки, она возьмет два камешка черные, то есть, я возьму два камешка черные-белые, если она вытаскивает белые, я прощаю долг и отпускаю ее, она не будет моей женой, если черный, она будет моей женой, и я прощаю долг. Зовут двух свидетелей, клянутся именем Аллаха, значит, старый котец берет два камешка, и девушка замечает, что он берет оба камешка черные. И да потом решит, ваше действие в такой ситуации, можно ли переиграть злодея? Нет, она же выбирает, нет, девушка поступает по-другому, она говорит, вот в этой руке берет камень, не грядя на него, выпускает и говорит, ой, какая я неловкая, ну, давайте посмотрим, что в другой руке, тогда будет ясно, что я вытащила. И вариантов два, либо она вытащила белый камень, либо он говорит, что был черный камень, признает, что он нарушил в западе Аллаха. Вот это и есть латерал-синкер. Поэтому, когда я вам задаю вопрос, пользуйтесь принципом латерал-синкер и все время задавайте вопрос, кому выгодно и какие социальные обстоятельства могли подтолкнуть к тому факту, что в Иринах закодировался демократический принцип, а в Западной Европе не закодировался. Что не нужно было европейцам, что нужно было русским князьям, почему остался принцем богатырь. Когда говорят про загадочную русскую душу, я вспоминаю Александра Александровича Зиновьева, с которым я дружил, он очень не любил такие вещи, и он себе говорит, что такое загадка русской души. Русская душа это русский бардак, перенесенный в одну отдельную взятую голову. Поэтому давайте попробуем все-таки. Смотрите, сколько, вот, 8-9 век, как вы думаете, сколько была рыцарская команда у графа или герцога, про ворону, не говорю, но вообще, чуть-чуть. Сколько рыцарей было? 15-20 рыцарей. Это очень, кстати, это, рыцарь это дамп. Вот, например, в 1309 году битва была прибавлена в городе между шотландцами и англичанами. 9 рыцарей-темплиеров, которые удалили из Англии, они обратили в бегство почти 800 человек англичан. Потому что рыцарь это дамп просто. То есть, если человек в полном вооружении, он разгонит, ну, один дамп мог разогнать 50-60 крестьян, элементарно совершенно. Поэтому, причем крестьяне все были безоружены. И обратите внимание, в Европе уже в 8 веке крестьяне были разоружены. Они, то есть, произошла очень важная вещь, даже можете формулировать написать, в Европе в 8-9 веках произошло разделение мирных и военных трудовых функций. То есть, есть люди, у которых меч, и есть люди, у которых ничего, у которых лучше, чем могут взять. посох или лук, уйти в Шарбудский лес вместе с Робин Гудом. Единственная угроза, с которой сталкивался западноевропейский герцог-граф или барон, это другой герцог-барон, который мог ему создавать угрозу. Ну, викинги придут, он страчивается в каменном замке и отсидится. Кто был главной угрозой для русских князей девятого и десятого веков? Степники. Сначала хазары, полосцы, печенеги. И для них, например, самая большая дружина была у киевского князя 800 человек. Это вам не 20 рыцарей, но 800 человек это не что, чтобы выйти, скажем, против 10-12 тысяч печенегов. Нужно, чтобы вышел весь город, община. А для этого нужно, чтобы люди были вооружены. У них должно быть оружие. В 12 веке по киевскому законодательству право ношения меча имел даже рубичич. То есть, сын свободного человека и рабыни. У него был меч. Люди, вооруженные мечом, это очень плохой объект эксплуатации. И показательно, что не только население, князья и доверие на население, но, скажем, князь пошел на соседние княжства или удачный объект на Византию. Часть добычи он отдавал городской общине. То есть, ему нужна была поддержка, постоянная поддержка общины. И вот этот фактор наличия кочевого фронтира, оно обусловивало большую демократичность русского общества. Все должны быть вооружены. И отсюда было вече. Кстати, очень интересно, термин вече у нас пропадает в эпоху, когда установилась власть Золотой Орды. То есть, когда у князей появилась возможность в случае чего позвать ордынцев, которые могли нагнуть свое же население. Значит, вот это первое различие между Европой, Западом, Еврофранкским, Западом и Руссией, которая уже была в IX веке. Еще одно различие. Кто знает, откуда, кто, что было главным источником богатства для русских князей до середины XI века? Земледелие или что-то другое? Мехар. А мехар никуда девали? Мехар, рабы, лошади, украшения. То есть, движимое имущество. До середины XI века, когда в Европе уже был вовсю феодализм, русские князья, основным источником богатства для них было не земледелие, как при феодализме это бывает, а торговля. И когда в середине XI века торговля стала приходить в упары по двум причинам. Во-первых, появились турки-сельджуки в Византии и начал рушиться путь из варя к греки. И вот тут князья начали давить местное население. Результат городские восстания середины XI века. Население тут же ответило восстаниями и побежало в обско-волжское междуречье. Второй фактор, который резко отличался с самого начала развития России, Руси от Запада, это тот фактор торговли. Заданный европейский феодал торговать было особенно нечем, да и не с кем. Поэтому все тащили в свое, тем более, что земля давала большой урожай. А здесь и урожай невысокий, и торговать можно. И, наконец, еще один фактор. Обилие свободных земель, которое, с одной стороны, делало ненужному ее заплат вербушкой, а с другой стороны, если земель свободных много, как в фильме Бумбараш делал, бумажечку твоей махорочкой набью, я уйду за 200 километров, и вообще ты меня не увидишь, князь. То есть вот эти факторы, огромное количество земель, возможность торговли и наличие степняков, они до прихода Орды совершенно по-другому тащили русскую революцию. Она была принципиально другой, чем на Западе. И еще было одно существенное отличие, которое с самого начала развернуло Русь в другом направлении. Скажите, пожалуйста, вот есть герцог и граф, допустим, в городе Милан, они не сошлись по какому-то вопросу. Кто решает спор между ними? Старший феодал. Старший феодал. Король или архиепископ. А на основе чего он решает? Как герой? Старший феодал. Не, 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 не. На основе права. На основе правовых установлений. Революковичи правили Новгородской, Киевской, Руссией не по отдельности как западноевропейские феодалы, а как род, как биомасса. И вы, наверное, знаете, что очень долго принцип передачи власти от отца к сыну, он был вторым принципом. Первым был принцип старшей рода. То есть умирает киевский князь. На его место переезжает князь Смоленский, Смоленск переезжает князь Чернивевский. Это называется удельно-листричная система. Как чё-то перебираются. Естественно, она часто нарушалась. Кого-то как бы могли это гласить другого князя брали землей. Мог сын захватить власть. Но в принципе правильный род. А если мы все родственники, то нам нужны правовые установления, чтобы решать наши задачи. Да нет, мы же родственники. Как вы думаете, это хорошо или плохо? Плохо. Правильно. Потому что право не развивается. И очень интересно, что в Киевском Новгородской Руси князья совершали свою жизнь по десять, по десятку клятва преступлений, клятва нарушений. Их прощали, потому что мы же родственники. И поскольку мы родственники, нам не нужна правовая система. Не нужно обращаться к архиепископу или кому-то ещё, чтобы он решил нас по праву. Мы родственники. То есть, запишите, пожалуйста, это, мы ещё будем говорить. Генеалогический воссоветет господствовал на политико-правовую. Таким образом, уже в девятом, десятом веках вектор развития Руси существенным образом отличался от запада. И не потому, что Русь была плохая, она была другая. У нас не было камня, у нас было много земли, у нас было вооружённое население. И, кстати, то, что иностранцы иногда называют русское хамство, да, действительно, у нас хамства хватает, но это очень часто вот такое отсутствие дистанции. Есть такой американский журналист Хедрик Смит. Это он придумал термин «новые русские». Это редкий случай, когда западный человек, американец, пожив в России, очень хорошо понял суть нашей страны. И хотя лучшая книга, которую написал Хедрик Смит, называется «Power Game». Это об американской политической системе. Мне очень жаль, что она не переведена на русский язык. Это кирпич в 800 странах. Это журналистское исследование, написано очень легко. У нас бы точно докторскую за него дали в каком-нибудь институте США и Канады. Это анализ четырёх американской администрации. То есть, а последний книг Хедрик Смит называется «Кто убил американскую мечту?» У него, кстати, хороший для журналиста английский язык. Если кто-то может читать по-английски, я бы еще рекомендую посмотреть. Так вот, Хедрик Смит много работал в России. И он написал книгу «Rushets» и «New Russians». Он не вешал никаких вермоков, но описывал случаи, которые его совершенно поражали. И больше всего его поразил такой случай. Он ехал из Питера в Москву, где-то это было конец 60-х годов, и на перрон вышел адмирал. И вышел в Бедневу, просто выскочил на перрон, был жуткий холл совершенно, адмирал не надел шапку, он просто шинель накинул. И две упорщицы, тётеньки, две наши такие, вот, как обычно, которые убирают там, они ему запечали. «Ты что делаешь? Ты куда вышел? Ну-ка, иди шапку надень немедленно, ты что простудишься?» Адмирал пошёл и дел шапку. И Хедрик Смит пишет, «Это невозможно в Америке, потому что это нарушение приваси». Это приваси? Как это? Кто-нибудь у вас смотрел фильм «Дежавю»? Помните, там приезжает поляк, который должен убить мафиоза здесь в Москве, и вот сталкивается с ситуацией, кто-то надевает его халатом, и он говорит, показывай человеку, «Приваси», а тот ему говорит, «Да ты не кипятись». И здесь та же самая вещь. Хедрик Смит поражён, что две какие-то тётеньки, незнакомые, я у нас, говорит, урщица, Адмиралов, говорят, «Ты что делаешь? Ну-ка, иди шапку надень, простудишься». И он идёт и надевает шапку. То есть это нормальное отношение между русскими людьми. Это совершенно невозможно в англосаксонском мире. И хотя тоже есть деградация Герцов во время в одном замечательном своём произведении, мы не будем говорить, что Герцов сам, редиска, но «Бывая и дума», это одна из главных книг 19 века, он пишет, что разница между французским, полицейским, и английским, и полицейским. Следующее, если два француза начало друг друга мордовать, то полицейский, французский, вмешается, ну, либо когда уже один будет убивать другого, либо, если кто-то из них обратится к нему. А английский полицейский обратится только в том случае, если его позорут. А так он будет ждать, пока его позорут. Это не вырешается, а может, когда он не моргует, это превысит. Ну, вот если убивать начало, это, конечно, нехорошо. То есть, вот это, вот наше хамство, когда вам ответили, могут нахамить в транспорте, это обратная сторона, это обратная сторона вот того, что идёт с 10 века. У нас нет градации очень сильных между верхом и низом. И вот, скажем, в штатах, вот когда я жил в штатах, я жил в районе, ну, где не было абсолютно там бедноты, там очень чёткая социальная сегрегация пространства. У нас это невозможно до сих пор, потому что рядом, вот с районом, где живут очень богатые люди, вот за забором могут жить совсем-совсем другие люди. И эта вещь совершенно неистребимая, потому что тысячелетний год нашей культуры был, кстати, наши перестройщики очень хорошо это понимали. Про перестройки Александр Николаевич Яков за полгода до своей смерти дал интервью, в котором он сказал, что устраивая перестройку, мы ломали не Советский Союз, мы ломали тысячелетнюю модель развития России. То есть, эти люди прекрасно понимали, что они делали. То есть, вот эта модель, они хотели её подогнать под замедлый не вернуть. Но получилось, как получилось. Либерально-демократическая партия получилась лицом Жириновского, капитализм получился такой, как он получился, и многое другое. То есть, вышла нечто совсем иное, потому что, не знаю, что эта система плохая, повторяю, или хорошая, она вот такая. И эта система такая, как она сформировалась тысячу лет назад. А как известно, эволюция крупных, сложных систем необратима. Отмените сейчас кастовую систему в Индии. Индия просто рухнет, поэтому кастовая система в Индии сохраняется. И более того, Индия является единственной формальной демократической страной в Азии, только потому, что всю чёрную работу делает кастовая система. А вот там, где кастовой системы нет на востоке, там демократические институты не прижились, потому что за них никто не выполняет чёрную работу. Таким образом, в самом исходном моменте, я не говорю о том, что наша история начинается с 9-10 века. Я думаю, что наша история значительно раньше. И раскопки в Аркаиме, и то, что сейчас находят на Семере, говорят о том, что у нас значительно всё это появилось раньше. Просто у нас нет времени заниматься этой черстью истории, хотя я, безусловно, рекомендую книги какие-то по этому периоду, и от этого периода у нас очень-очень много чего осталось. Например, осталось замечательное слово крамола. Кто знает, что реально стоит за словом крамола? Мольба в браке. Мольба в браке. Совершенно верно. Мольба в Богу в раке. Но, так сказать, православные священники зафиксировали, что это нечто храмола, это нечто плохое, потому что нельзя боиться Бога в браке, можно бояться только христианскому Богу. Поэтому мы ограничимся периодом 9-10 века, и уже в этот момент эволюция России, Руси шла в совершенно любом направлении. Потом на это наложилась Орда, потом на это наложился Петровский эксперимент, потом антигипетеристический эксперимент. То есть, это развитие шло абсолютно определенным, так сказать, образом, и оно принципиально иное, чем на Западе. А вот, представьте, вам нужно объяснить кому-то, ну, условно, там, марсианину, американцу, неважно, кого-то, вас спрашивают за этот вопрос, вот, что является константой, константой русской истории? Вот, константой индийской истории является каста. Константы истории арабских племен, это племя, которое сохраняется до сих пор. Например, Кардафи, убиенный, он в племени Кардафа, это человек с племенным сознанием. Константы индийской истории и античной Греции, это полис. У нас есть что-то в нашей истории вот, постоянно, что можно сказать, вот это то, что у нас не меняется или меняется по принципу ламвидуза. Принцип ламвидуза звучит по-французски на плюс а шау, на плюс а аест мемшос. Чем больше это меняется, тем больше останется самим собой. Вот у нас есть что-то такое, вот за что можно уплатить, сказать, вот это постоянная наша история, никуда надевается. Вот есть, да? самая непластная родственность, ну, как сказать, она явно двояльна, но сознательно она и есть. Я понимаю, в каком направлении работает ваш обстановка. В целом, правильное, это то, что называется в России неформальные отношения, дружба. неформальные отношения, и очень интересно, у нас предполагалось, что после дефолта 98-го года мы будем восстанавливаться очень-очень долго, но восстанавливаться довольно быстро. Причем социологи объясняют это тем, что в России неформальные отношения важнее формальных, и вот то, что называется в России, так сказать, дружба, неформальные отношения, это позволило вытащить. Кстати, вот наличие этих неформальных отношений, оно лишний раз говорит о том, что психоанализ у нас никогда не привьется. Это обязательно будет большей частью жулики. Но, кстати, он не привьется и в Японии, и в мусульманских странах. Я когда жил в Америке, вот в том городе, университетском, где я жил, там на городок с населением в 30-х жителей было 200 психоаналитиков. А как думаете, психоаналитик, это вот, кстати, тоже различие между социальностями. Психоаналитик какую функцию выполняет, ну зачем можно? Коротяшкин, выслушать, а что, больше некому выслушать, только можно к незнакомому человеку пойти и начать ему грузить. Кстати, поэтому в России есть несколько сиюных психоаналитиков, которые, я объяснил, что если психоаналитик работает по полной программе, то через три сеанса он сам обращается психоаналитиком, потому что это очень серьезный труд. А вот почему, вот и оттолкнемся от того японца-психолога, который говорил, в японском обществе психоанализе нужен. Это при том, что там очень высокий уровень самоубийства. Почему? Кстати, в Европе психоанализ связан с какой религиозной традицией? С католицизмом или с чем-то другим? С католицизмом и с протестантизмом прежде всего. Хотя бы он возник в Вене, но распространился психоанализ в протестантизме. А вот с чем-то связано? А почему, скажем, католикам не очень нужен? Это уже как мода потом пошло. Почему? С католицизмом. Нет, нет, нет. Исповедь тоже. Но дело в том, что у католиков есть обществ, а протестанты очень атомизированы. Так вот, то, что решает психоанализм в Америке, в России решается по-другому. Это поход, пойти попариться с друзьями, а потом грезать по пику. Вот это решает все проблемы. Не надо психоанализм просто рассказать о своей проблеме. Все проблемы уже приятные, можно сказать, с которыми ты контактируешь. И это тоже принципиально разные формы социальности. То есть здесь все абсолютно другое. И вот мне понятна логика, к которой вы вынулись. Но это все-таки не магистраль. Есть что-то аналогичное касте, клану, племени. В России есть что-то аналогичное капитала на запчет. Есть что-то, что у нас твердое. Вот зацепились. Да, это есть. Проги сажали в армахаха. Все. Что еще? Власть. Власть. Это то, что русские люди прекрасно понимают, что такое власть. Не государство. Но власть, естественно, должна владеть некой атрибутикой. Вот люди интуитивно понимают, что Горбачев это не власть, а вот Ельцин при всем его самодурстве это власть. Власть в России это очень штука специфическая. Ни самодержавие российское, ни советская власть, они их западные теории, теории, если на основе разработан на западной республике, они их вкладить никак не могут. Например, часто говорят, что самодержавие это деспотизм типа восточного. Другие говорят, нет, это абсолютизм типа Франции 17-го века. Ну, я сейчас не буду говорить, что термины неадекватны, допустим, мы это покупаем. Но смотрите насчет деспотизма и насчет абсолютизма. Модельным восточным деспотизмом считается Китай. Жизнь китайского императора была зарегламентирована. до такой степени, что было зарегистрировано четко, какое количество времени он может провести наложенца. 45 минут. Дальше приходил Евгарь и уносили. Жизнь, то есть над китайским императором была традиция. Она жестко определяла китайскую власть. Теперь давайте посмотрим на французский абсолютизм. Хотя Людеря на самом деле Читинец никогда не говорил фразу государства это я, ему ее приписали, но дело в том, что на жизнь не играет, кроме него государства был парламент. И вот характерный эпизод. Последние два года жизни Людовик 14 провел в связи. Он плакал вот как он был. Он знал, что когда он умрет, рекетом станет герцог олянский, которого он на не переносил. И вот Людовик понимал, что закон встанет и плакал в одну пору. Вы можете себе представить, что русский царь плакал. Этому регенту открутили бы вообще все, что возможно, и не было бы никакого регента, проблема была бы решена. То есть над Людовиком 14 был закон над русской самодержавием. Закона никакого не было. Русское самодержавие было ограничено два хода, и оно другого руха было. Первым ограничением русского самодержавия было 5 апреля произошло 1797 года, когда Павел Первый принял закон о престол наследии. Старший сын наследует отцу. Потому что по логике самодержавия никакого порядка установления, порядка смены власти быть не должно. Все решает самодержавием. Петр Первый это хорошо понимал. Иван Грозный это хорошо понимал. Он время и время призывал своего сына Ивана, убийство, которое мы потом приписали, на самом деле Иван Грозный не убивал своего сына, это ложь абсолютная. Он его призывал и чтобы подразнить говорил вот хочу пригласить принца датского, чтобы он правил. И Иван сбился молча, он понимал, что отец самодержец, а в системе самодержавной власти никакого ограничения самодержавной власти будет не может, потому что самодержавная власть над законом и над эклигией находится. Второе ограничение самодержавной власти был октябрьский манифест Николая Второго, но на этом самодержавная закончилась. Давайте теперь возьмем власть советской власти, как она функционировала. Значит, смотрите, Ленин в 18-м году пишет, это мы сейчас бросаем такую общую для наружную историю, чтобы понять то главное, что мы будем изучать. Ленин пишет в 18-м году диктатура партии и диктатура не ограниченная никаким законом и опирающаяся на насилие. Кто-то может сказать, ну это 18-й год, гражданская война, наверное, все изменилось. Давайте посмотрим на 1961, по-моему, 1961. Дело Рокотова, Яковлева, Файбушенко. Это были три короля московского черного рынка, фарцовщики. То есть они покупали валюту у иностранцев, перепродавали и делали деньги. Они посчитали, что, скорее всего, они успели накопить миллион рублей, пока их не возьмут. Но по советскому законодательству они могли получить за свои деньги три года, они помогли, что они отсидят три года вывезут и будут жить, разделят миллион на 330 тысяч каждому и будут жить. Так они были, что они успели заработать миллион рублей. Их арестовали, но им очень не повезло. Хрущев в это время жил в Западном Берлине, и он еще не знал про эту историю, он не успел прочесть «Утренние газеты». Немецкие журналисты спросили, а у вас миллионеры есть? И Хрущев сказал, ну что, вы сумасашки? А ему сказали, а вот ваши газеты, у вас арестовали миллионеры. Ну, Хрущев был простой человек, от суммы один миллион, у него, как говорил наш Кодор Райки, голова с циркулью пошла, и он приехал, когда Советский Союз вызвал глава генерального прокурора, и сказал, это очень жестких таких, не совсем цензурных врагов, что это такое. Как понять? Ну, Леонид Губров сказал, да, вот один трешник по стенам. Какой трешник? Степень поставить? И Леонид Губров сказал, нет таких законов. И Хрущев сказал фразу, которую слышали несколько мемуаристов. Он сказал, как это так нет? Мы, коммунистическая партия над законом, или закон над нами. То есть, коммунистическая партия находится над законом. Это 60-е год. И теперь давайте возьмем предпоследний год существования Советского Союза 1990-й год. Секретная записка 15703, которую заместитель Горбачева Ивашко, был такой секретарь ЦК, написал ему летом 1990-го года. Я цитирую почти на слову, потому что я читал, и мы ее опубликовали в свое время. Ивашко пишет Горбачеву. Уважаемый Михаил Сергеевич, опыт восточноевропейской коммунистической партии показывает, что имущество КПЦ не защищено закону, то есть не является юридической собственностью. В связи с этим необходимо создание невидимой сети партийной экономики и так далее. То есть, опять же, партия находится над законом. Таким образом, что коммунистическая партия, что самодержавие, в отличие от власти на Западе и на Востоке, на Востоке, они находились над законом и над властью. Очень интересно и показательно, что все люди, которые в России боролись против самодержавия, они в своих планах воспроизводили ту же матрицу. Например, Павел Пестель. Наверное, сколько вы помните, что программа Пестеля противоставлялась программе Муравьева. То есть, Муравьев за монархию, Пестель за республику. На самом деле, Пестель готов был в случае чего и на монархию, а Муравьев при некоторых условиях готов был и на республику. Главное различие было не в этом. Главное различие было в том, что Пестель нашел термин до русской власти. Он придумал гениальный термин. И действительно, смотрите, у нас исполнительная власть кто в стране? Премьер-министр? Значит, у нас есть, кроме этого, закраждательная власть, там, думаки, и у нас есть, там, конституционный суд, судебная власть. Если у нас премьер-министр, исполнительная власть, то президент, это какая власть? Это что такое за власть? Верховная. Это как? Он сказал про Верховную. Это как? Приельцы говорили так, гарант Конституции. То есть, кстати, смешная фраза, то есть, не Конституция гарантирует президента, а он гарантирует. Так вот, Пестель придумал гениальный термин, на самом деле, для русской власти, который круче, чем термин Верховной. Значит, как Пестель считал, будет организована власть после победы декабристов? Ну, он при этом собирался выразить северное общество, он был из Южного, он собирался их призаботать. Вот. Значит, он, да, и, кстати, у него был проект депортации евреев в Среднюю Азию. Вот. Значит, Пестель вообще был очень интересный парень. Так вот, он считал, что будут власти, разделение властей будет, как в Америке, судебное, исполнительное и законодательное. Но над этим будет власть из 120 боярков. Боярик назначаются пожизненные. Это будут члены Южного общества, которые вырежут северян. Власть эта будет называться блюстительная. Она будет смотреть, правильно ли вот эти власти три функционера. Так вот, наш президент это блюстительная власть. И то, как у нас функционирует президентская власть, это не отклонение от русской истории, это воплощение данных принципов русской истории. У нас власть находится над законом, над религией. Я никогда не забуду, как Ельцин поздравлял Алексия с днем рождения. Он ему звонит, это показывает по телефону, по телевизору, у него у меня хватило, не пахнет. Он говорит, я вас поздравляю как главнокомандующим всеми религиозными силами страны. не православными, потому что это православные. Поскольку это главная религия, значит, буддисты, иудаисты, мусульмане, это все вот вы главнокомандующие. А вторая вещь, которую видел мой коллега, один в Кремле, выходит Ельцин с Будуна вместе с Алексием, стоят военно-спортивные наши попы, вот, и не Алексей, а Ельцин говорит, Христос воскресе! Знаете, как они говорят, воистину воскресе, как служу Советскому Союзу! Вот, вот это! У нас церковь тоже служила, она тоже функционирует в системе власти, и она хорошо знает, хорошо знает свое место, поэтому мечта нашей церкви, поэтому, кстати, наша церковь так легко сдала Николая Второго, и церковь не нравился коммунистический режим, мечта нашей церкви это феврализм, это то, что было после февральской революции, когда они ни кем не отвечали. То есть, русская власть, это очень специфическая власть, которая функционирует таким образом, что больше никаких властных субъектов быть не должно. Есть только оно, эта власть. Она, например, проявляется по-разному. Был такой эпизод, например, проявление русской власти, это когда садятся люди вокруг, за столбом. Премьер-министром был Степаша, это 99-й год. Ельцер тяжелым взглядом обводит всех и говорит «не так сели». И тишина. И народ встает и бежит садится так, как надо. Вот это и есть русская власть. Не так сели. То есть, ты должен знать свое пространственное положение. И, кстати, вот этот контроль над пространством играет очень большую роль. Например, в советское время был замечательный совершенно газет, еженедельное приложение к советскому спорту, футбол, потом стал за вас футбол, хоккей. Чтобы его купить, нужно было вставать за час до открытия киоска, и его все равно не купишь. Но его можно было купить, например, в гостинице Националь. А я учился в Институте Старо-Азиафрики, рядом в гостинице Националь, и можно было найти в гостинице Националь и там купить. Нужно было пройти и по Швейцарам. А Швейцарам мог пустить, а мог не пустить. Потому что он контролирует это пространство. Я как гражданин Советского Союза, я имею право зайти куда угодно. Но на моем месте стоит человек, который у него на контроль различных пространств. Какая колоссальная разница между функциями? 1993 год, 1994 год я живу в Париже, пишу книжку. Это была на компьютерной эпохе. На машинке печатано. Машинка ломается. Я иду к своему коллеге Эммануэлу Эллистайна, который руководил проект. Я говорю, Эммануэл, машина-то сломалась, нужна новая. А это было по-французу. Он звонит ему, да, ты говорит, Андрей, иди, там тебе машинку дадут. Я беру машинку, захожу к нему, я говорю, Эммануэл, а как я выйду из здания института? Он говорит, а в чем проблема? Я говорю, там сидит негр на входе. Я говорю, он меня сбросит. Вы куда машину выносите? Эллистайна, говорит, я сейчас по-английски так говорю, вырезайна и говорите, he is to answer your question, not to ask you questions. Он сидит для того, чтобы отвечать на твои вопросы, а не в том, чтобы задавать. Я думаю, ну ладно, прошел, милый, я говорю, а потом, как и всему-то, в фильме «Бриллиантовая рука», я говорю, ну, еще раз, прошел уже демонстративно, с этим, с машинкой. Нет, потому что его дело отвечать, он не контролирует пространство, его функция отвечать на вопросы. А вот швейцар, может, важно меня пропустить, он может сказать, а вы почему, почему все так забудете? И так наряд вызову. И все. Вот это и есть принцип русской власти, потому что если царь контролирует всю территорию, то швейцар контролирует вот эту маленькую территорию, он мини-власть. И вот это еще очень практика, черта русской власти, она не делится на качественные части, она дробится, 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 вот даже самый маленький носитель этой власти, он обладает всей этой властью в полноте. Я жил в городке, где было 3 дома, мне было 7 лет, и у нас назывался не управдом, а комендант. И комендант вывешивал у нас, комендант жил в городке, вывешивал указания по городку, но большую часть, естественно, этим плевала, но тем не менее, он вышел указания коменданта такое-то по городку. Это тоже проявление, вот в этих мелочах проявляется принципиальное отличие того общества от этого. Скажем, так же, как если тебе продавщица в американском магазине улыбается, это не значит, что она тебе хорошо относится, тебе система улыбается, так же, как если наша продавщица мрачна, что-то тебе отличает, не значит, что она тебя не любит, не значит, что у нее проблемы в семье, там, или сыновой, в прочем. Система ее не оттесала, в отличие от западной системы, которая очень жесткая, которая оттесывает людей так, что им нужно психоаналитик убежать, потому что должен улыбаться и показывать, как тебе хорошо. Иными словами, история той системы, большой системы России, которую мы с вами начнем изучать, у нас будут две командировки, следующий занятие будет через две субботы, и мы начнем с Новгородской, Киевской, Руси, мы расставили камни, так сказать, базовые. Это история системы, которая принципиально отличается и от Востока, и от Запада, так же, как Восток и Запад отличаются друг от друга. У этой системы очень много отличий, и мы должны нашу систему воспринимать с точки зрения ее реалии, а не напяливать на нее какие-то вещи. Читаю в журнале «Экономист» статью обличания, которая говорит, вот тогда в Египте будут демократические выборы, там будут демократия. На демократических выборах в Египте могут победить только исламисты, которые этой демократии отвернут шею на раз-два-три. Ну, демократия священной коробой, должна быть демократия, но на волне демократии власть приходит исламист, которую эту демократию прикачивают. Вот это и есть зашоренность этого общества, которое, на мой взгляд, заорванное общество объято волей смерти. Оно старое, и оно, по сути дела, хочет умереть. И все, что делается сейчас на Западе, у меня нет прямых доказательств, что я довольно часто бываю на Западе, это, безусловно, общество, охваченное волей к смерти, к социокультурной смерти, они не удержатся.